МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я сидел у тусклой лампы Допоздна вспоминаю давний запах дальних мест Я гулял по синим сумеркам без дна Возвращаясь в разрисованный подъезд Кто-то ждал меня, а может и не ждал Оставлял как флаг незапертую дверь Кто-то знал про все, а может и не знал И вот теперь Привет Денис, я же сказала, у меня дежурство Слушай, я как раз по этому поводу Давай я с Настей посижу, пока ты на работе Принцесса, смотри, что папа тебе принес Оль, слушай, я понимаю, меня долго не было Но это наша проблема Причем здесь Настена Ладно, хорошо Вот здесь написано, чем и как кормить Настю Хорошо Я, если что, я тебе позвоню, ладно? Ты прав Тебя долго не было Я не могу сделать вид, что ничего не изменилось Но мне нужно время разобраться в себе Да, да, я понимаю Я буду ждать, сколько понадобится Мама! Даня! Столяров, Толь, иди, Марья Николаевна тебя зовет Иди Паспорт! Ну за счет Мне большая Пас! Ребята! Ура! – Теть Вера. – Сидите спокойно. Алло, Свет! Вы куда так летите с Лаксёновым, а? Я вам машу, машу! Так как вы там летите? Вон, из школы иду, все руки оттянула. И куда мы не летим? Ой, слушай-ка, слушай-ка, я перепутала. У вас же машина… – Это тёмно-серая, да? – Я! – А я это… А я тёмно-сенью увидела, ну как же я перепутала! Смирнов! Иди в школу! Слушай, вот это да, мужик испугался, скажет, сумасшедшая тётка. Я к нему только под колёса не бросилась, да. – Да. – Ой, Света, мне точно, мне надо очки выпитывали. – Да. – Всё, завтра выпишу очки. Всё, привет-привет, целую. Ну, Лактюнов совсем совесть потерял, гад. – Воорит Лактюнов Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Алексеев, здравствуйте. Если вы к Андрею Николаевичу, то его нет на месте. А где он? Ну опять срочная операция, очень сложный случай, продлится неизвестно сколько. Давайте я отнесу. Спасибо, что предупредили. Хорошо, ты как? Пора что-то решить. Например? Например? Не можем же мы постоянно встречаться тайком, выкручиваться. Почему ты молчишь? О, ну мы же уже обсуждали это столько раз. Я в браке почти 30 лет. Думаешь, легко это взять вот так все и одним махом прекратить? Светлана останется совершенно одна. Значит, ты просто тянешь время, да? И ты не собираешься выбирать между мной и своей женой, так? Тебя все устраивает и ничего не изменится, да? Оля, речь не об этом. Нет об этом. Ты не собираешься выбирать, тебя все устраивает. А еще к нам Маша приезжает. А вдруг она узнает о нас? Прошу тебя, только не надо впутывать ее во все это. Да не собираюсь я никого впутывать. Просто мы давно дружим, она интересуется моей жизнью. Я не буду ей ничего говорить, если ты пообещаешь, что все решишь в ближайшее время. Хорошо. Я все решу в ближайшее время. Спасибо большое. Надежда Васильевна. Маша? Маша Локтенова? Да. А я тебя не узнала совсем. Надо же. Расскажи. Как ты поживаешь, Маша? Я, как все, работаю, живу. Вот в отпуск приехали. Андрей никто не встречает. Вы на автобусе? Да, у подруги день рождения. Вот цветок я везу. А твое столовку перенесли. Я тебя провожу. Вот тут недалеко. Пойдем. Спасибо. Да. Думаю всегда хорошо. Да. Как у тебя на работе? Ты ж такую профессию трудную выбрала. А я всегда считала, учителям трудно. Большая ответственность. А как же вам, врачам, каково? У вас нет права на ошибку. Страшно, наверное, бывает. Да, Надежда Васильевна, я думаю, ошибаться это всегда страшно. Да, да, мы столько всего знаем, столько учимся, сами учим, а мудрости не хватает. Давай. Ты думаешь, я не догадывалась, что Андрей? Только верить не хотела, что с нами такое может случиться. Ну, не накручивай себя. Никто толком сказать не может, случилось у вас такое или не случилось. Он сегодня ночевал? Ночевал, не ночевал. Разве в этом дело? Так, давай, все. Все, давай, бери себя в руки. Нечего на пустом месте трагедию разыгрывать. У тебя Машка едет, а ты расклеилась. Гиря, 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 гиря. Дай браку, папа. Машка, Машка, ты что ли? Привет. Привет. Машка, пулька. Ой-ой-ой. Сколько мы с тобой не виделись. Ой, да ты еще лет. Ой, ты что, Настенька у нас, да, здесь? Угу. Глазки-то папины. Да, моя принцесса. Так, давай, помогу. Давай. Проводишь? Ну, конечно. А мне Оля звонила, чем рассказывала. Как у вас дела-то? Вернулся я сюда недавно. Вот, а с Олей, ну, пока мы не совсем вместе. Ну, пойдем. Когда ты последний раз где-нибудь была, кроме продуктового и работы? Вер, ну, при чем здесь это? Да при том. Что, сердце? Когда ты последний раз в парикмахерской была, а? Год назад? Да я сама. Вот именно, сама. Дома сама, на работе сама. Заболела, лечиться тоже сама. А ему-то что делать? Ох, я не знаю. Может, ты и права. А я знаю. Сейчас я. Маша, какая худющая-то. Мы тебя только вечером ждали с папой. Вера, Вера! Иди сюда, скорее, Маша приехала. Здрасте, Вера. Ой, какая ты, Господи, вот как сюрприз. Маша, как ты. Ой, какие волосы. Маша, как ты, вот в кридоре ты вселился. Мам, да куда? Ну, он тяжелый. Девочки, ну прекрати. Все, ничего, ничего не тяжелого. Я одесусь тебе в комнату. Проходи, проходи, Машенька, проходи. Ладно, мне надо ягоды перебирать. Я пошла. Ну, хорошо. Девочки, мама. До свидания. До свидания. Все, пошла. До свидания. С меня варенье. Хорошо. Мама, где папа? А он на работе. Проходи сюда, сейчас чай будем пить. Все по-старому. Пока. А на станции расписание поменяли. Я и я приехала. Вот и здорово. Я соскучилась. Помнишь, 15 лет делала. Вот я нашла, вот здесь висит. Да, давно мы на даче не были. У папы столько работы в последнее время. Да и в больнице у них ремонт идет. В общем, аврал круглосуточный. А у меня тоже. То одно, то другое. Спасибо. Ну, ничего. Теперь мы обязательно поедем, да? Сейчас, секунду. Маша, а что у тебя с личной жизнью? Ты говорила о каком-то молодом человеке. Мы с папой надеялись, что ты его познакомишь с нами. Маму, давай попозже об этом поговорим. Тебе к какому сегодня уроку? Что-то случилось? Поссорились? Мам. Мам. Мне к пятому уроку. А хочешь, я тебя провожу? Да, конечно, очень хочу. Ой, у меня теперь сердце будет не на месте. Ты в какой-то веке приехала, а мы с папой на работе. Мам, я не маленькая уже. Да, не маленькая, не маленькая. Ты только потеплее оденься, а то на улице прохватно. Мам, пожалуйста. Я тебе говорю, оденься. Слушайся, маму. Иди. Ольга. Слушай, ты меня прости, что я без предупреждения маму на работу провожала. Вот решила зайти. А у тебя телефон недоступен. Ольга, ты даже не представляешь, как мне тебя там не хватает. Морис. Ты можешь не разуваться. А, хорошо. Слушай, это вот Настя и тебе зефир ваниль. Спасибо, Баш. А Настя, она... Спит. Спит? Хорошо. Я Дениса встретилась с утра. Ну что? Так, понимаешь, сейчас не очень удобно. Просто Настя проснется, мне надо ее покормить. Извини. Да, конечно. Просто попозже созвонимся и нормально уже посидим, поговорим. Да, да. Ну, ты звони, ладно? Да. Хорошо. Маш! Вот. Ну, давай. Тяжелый папа, да? О, Маш, привет. Привет. А ты чего одна? Да я... Я маму в школу провожала. А-а. А что такая грустная? Да я не грустная. Понятно. А мы вот с Настеной гуляем. Решили, чтоб мама отдохнула. Да? Слушай, может к нам в гости пойдем, а? Чай попьем, Оля обрадуется, а? Да, ты знаешь, мне к папе надо, у него дежурство задержалось, Илья... Ну, тогда в другой раз. Обязательно. Да, Оля, извини. Да. Да, конечно, мы сейчас придем, мы рядом. Угу. Оля звонила, Настену надо кормить. Ну что, пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой к маме, кушать будем, да? Кушать будем. Вы бы и с Олей созвонились, ты бы в гости пришла, посидели, чаю попили, как говорится, а? Увидимся. Ой, извини. Может, болеть тебе? Юра, ну все, хватит, пожалуйста. Я говорил с твоим врачом, он сказал, все будет хорошо, ты скоро поправишься. Где Сережа? Я хочу, чтобы он пришел, позвони ему. Чего ты на меня смотришь? Прости меня, пожалуйста. Если бы я знал, что все так случится, нужно было мне садиться. О, нет, ну что ты, что ты, только не надо говорить, что тебе сейчас жаль. Если бы я сдохла, тебе было проще бы. Развод, квартира, все, никаких проблем. Ты думаешь, что я боюсь нашу квартиру, директор, разводе, я оставлю тебе и все? Ой, какое благородство. Вот это вечно со своими уступками. Я тебя поэтому изменила, потому что ты такой хорошенький. А ты и тут меня уступил. Все, пожалуйста, берите, я щедрый. Да не надо мне твоей жалости. И подачек твоих не надо, понятно? А ты вали отсюда из моей жизни, понимаешь? Вали. Мы договаривались, что вы ненадолго. Ваша жена... Он мне никто. Вот список первоочередных назначений. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий 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 Дмитрий. По молодости он вообще по три ночи дежурил, и ничего. Мало ли, какие сплетни люди носят. Собака лает, а караван идет. Караван-то идет. И вообще, Вера, я же люблю его, понимаешь? Ты потом мог ты мне по парикмахерским ходить? Маша приехала сама, не своя. Не знаю, что у нее там стряслось. Мы с Андреем должны поддержать ее. А наши проблемы потом сами как-нибудь решим. Света, тебя надо автозагаром намазать. Коль, какая ты будешь красивая. Ох, смотри. Смотри, смотри. Ну. Смотри, какие мы с тобой. Как из бурда моды. Образца 85-го года. Ну, раз так можно. Ну, ладно, я, у меня три мужа все бывшие. А ты при живом-то мужа. Света, а муж, между прочим, тоже права имеет. Его надо иногда удивлять и восхищать. Без голубцов прожить можно. А вот свежесть чувств. Ладно, пойдем, ты же не отстанешь. Только быстро. Девец. Здрасте. Ну-ка, бросай. Здрасте. Здрасте. Вот видишь, какая ты молодчина. Уже участвуешь в таких сложных операциях. Реконструктивная хирургия – это совсем другой уровень. А у нас все как обычно. Младшего медперсонала не хватает, не говоря уже о врачах. И оборудование ждем два года уже. Мама все расстраивается, что я от отпуска отказываюсь из года в год. А какой тут отпуск? Машиня, это что такое невеселое? Что такое? Что-то не так на работе? Нет, пап, просто все очень плохо. Расскажи мне, мы что-нибудь придумаем. Расскажи, расскажи. Вот оно. Это мне? Да, Эфир, ну ты что, река, красивая. Ну-ка, давай, примерь. Нет, ну куда? Ну куда мне такое положить? Держи, да ты что, ну такое открытое. Нет, ну и потом. Нет, это не мой размер. Нет. Это твой размер. Возьму. Вот и молодец. Вот и правильно, ты посмотри. Какой цвет, как он тебя освежает. Твой Локтионов упадет. Я устал. Вы поставили меня в глупое положение. Да, в глупое положение. Просто сейчас хочется убежать от всего этого, отцеплятаться, переждать. Понимаю. Я не понимаю, пап, почему он мне все это не рассказывал. Ты чем так долго меня обманывал? Мы же хотели сюда приехать. Хотели провести здесь отпуск. Я думала, что я познакомлю вас с ним. Я была уверена, что выйду замуж за этого человека. Это было счастье. Алло. Маша, привет. Слушай, мне, Стройчин, нужна твоя помощь. Точнее, твой совет. Да, Денис. Слушай, хочу съездить за город. Готовлю Олю сюрприз. Вот. Хотел сначала тебе показать. Может, ты что подскажешь? Конечно, да. Давай, сейчас ухожем. Пап. Машуль. Позвонили из больницы. Экстренная операция. Да. Ты знаешь, у меня тоже появилось, чем заняться. Так что ты за меня не волнуйся. Ладно. Пока. Пока. Да что такое. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. А не подскажете, где поворотни Львовичинска? Ну, идем на рисунок. Я же столько раз просил не звонить мне, когда я дома. Мы с тобой должны все это прекратить. Нам надо расстаться. Ну, я же тебя люблю. Понимаешь? Я же люблю. Как я буду без тебя жить? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Прости. Оля, мне пора. Прости. Ну, вот. Так, аккуратно. Здесь дорожек. Здесь у нас гостиная будет. Там кухня. Вот так. Там второй этаж. Посмотришь? Пойдем. Да. Слушай, ты такой молодец. Нормально, да? Здесь очень красиво. Ребята, что случилось? Ты расскажи, может, я могу чем помочь? Не, серьезно. Если кто обидел, ты скажи, я им это устрою. Да, ты такой же, как и в школе. Ну, нет. Все у меня хорошо. Теперь надо разбираться самой. Сама? Ну, ты всегда сама. Слушай, я так мечтал об этом доме. Так хотел на него побыстрее заработать, только все испортил. Оля не хотела, чтоб я уезжал. Настена только родилась, ей нужна была помощь. Она до сих пор думает, что я бросил их ради заработка. Представляешь? Если она откажется сюда переезжать, даже не знаю, какой во всем этом смысл. Подожди, Денис. Ты же ей еще ни о чем не рассказал. Она приедет, увидит и все поймет. Просто, может, надо сказать сейчас и не ждать. Думаешь? Уверена. Мам. Привет. Привет. Че делаешь? А я хочу сегодня праздничный ужин организовать. Ой, че ты такое красивое? Маша, а я тебе платье купила. Посмотри, а, понравится. Спасибо. Ну, это даешь. Смотри, какой цвет. А? 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 Нравится? Да. Как цвет? А? Красиво. Да? Да. Так. Решено. Праздник для всех. Идем в ресторан. Да ты что? Я уже готовить начала. Нет. Нет, нет, нет. Мам. Все, решено. Я позвоню папе, собираемся. Андрей Николаевич. Извините, тут один молодой человек спрашивает ваш домашний адрес. Интересно. Ну, адрес я ему, конечно, не дала, но я сказала, что вы еще здесь, в больнице. Так вот, он хочет встретиться с вами. Он на улице сидит, ждет. Ладно, разберемся. Спасибо. До свидания, Андрей Николаевич. Всего доброго. Андрей Николаевич, слушаю вас. Здравствуйте, меня Юрий зовут, Юрий Бирюков. Маша вам, наверное, про меня рассказывала. Я понимаю, вам сейчас, наверное, не очень приятен мой визит, но, может, вы мне скажете, как меня найти? Просто я толком ничего не успел объяснить. Я думаю, вам лучше уехать. Знаете, мне кажется, Маша сама решит остаться у меня или уехать. Папа пришел. Привет. Привет. Спасибо. Андрюша, что у тебя с настроением? Не приятно заболеться, да? Все в порядке, не обращайте внимания. Ну, тогда ты и обрати на нас внимание. Что, ты готовились? Давай за то, что ты наконец-то к нам добралась. Вот мы снова вместе. Хорошо-то как. Ура. За тебя, Маша. Давно меня Машкой не называли. Слушайте, а помните, мы ездили на дачу, ты все время говорил, что мы едем в Машкин дом. Я-то думала, эта дача так называется. Так для тебя же и строил доча. А теперь ты редкая птица, в свой дом не залетаешь. Пап, мам, я вас так люблю. Вы знаете, я когда сильно устану, я глаза закрываю, мне кажется, что вы рядом со мной. И я счастливая, потому что у меня вот такой вот Машкин дом. Я плыл над речною водой, я был той ночною тоской, где живем и ждем мечта моя. Юра приехал. Я его выгнал. Сюда? Андрюша. Кто уверен, что поступил правильно? Света, за человеком заслуживает даже Машкина инвизица. Мне еще говорится, мы с тобой в этом подражаем. Как давно мы с тобой не танцевали. Так скучаю по тебе. Просто мне снишься ты. А помнишь? Просто мне снишься ты. Танцы в колхозе «Красный маяк». Просто мне снишься ты. Картошка «1980». Мечта. Мояк. Мояк. Моих грез. Голубой океан. Моих грез. Моих грез. Тихих ветров обман. А умница. Моих горьки нет, Моих грез. Моих грез. Окей. Моих грез. Лиц, den muggen. Моих – это десантливие. Маша, у тебя все в порядке? Я просто хотела сказать, папа встретил знакомого, мы еще здесь побудем. Мама, это Юра. Я поняла. Добрый вечер. Я позвоню тебе, ладно? Маша, может, мы прогуляемся и поговорим обо всем? Да не может. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!